Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный песочный пирог с кремом. Тесто получается очень нежное. Крем можно готовить разными способами. Добавлять ягоды, цедру, в общем, по сезону. Всем рекомендую, обязательно попробуйте. Итак, готовим вкусный пирог с кремом. В муку я сразу добавлю сахар. Сюда я добавлю сахарный ванилин. Вот такой у меня есть. Можно, кстати, просто щепотку ванили. Щепотку соли и перемешиваем. Берем сливочное масло и натираем сливочное масло на самой крупной терке. Масло вот так вот в муку, чтобы удобно было держать. Делаем из муки и масла вот такую вот однородную крошку руками. Перетираем вместе. Так, теперь сюда отправляем 4 желтка. Именно на желтках тесто должно получиться такого желтого, красивого цвета. Вообще в этом рецепте идут в основном одни желтки, только желточки. Из белков можно сделать безе. Перемешиваем и замешиваем тесто. Соединяем это все вот так вот в один комочек. Вот так. И убираем в холодильник под пленку или под пакет на 30 минут. Пока тесто в холодильнике, приготовим крем. Мне понадобится большая сковородка с высокими бортиками. Так, еще мне понадобится 800 мл обычного молока и 200 мл сливок. Сливки у меня жирные, но можно взять сливки любой жирности. Если сливок никаких дома нет, берите полный литр молока, да и все. Просто со сливками, как на мой вкус, вкуснее. Итак, отправляем сливки и молоко в сковородку. Я беру один лимон, и его нужно очень хорошо помыть. Мне понадобится кожица от лимона. Я буду делать именно вот с лимонным таким ароматом. Срезаю вот такой вот картофелечисткой. Чем длиннее, тем лучше, чтобы сразу убрать, знаете, одним махом. Вот две полосочки срежу. Очень важно, чтобы, когда вы срезаете вот эту цедру, она была вот такая вот чистенькая, без белесой вот этой прослойки, потому что белая прослойка горчит. А вот это именно пахучая ароматная цедра. Не обязательно делать на лимоне. Можно просто взять вот апельсин и сделать с цедрой апельсина. Будет тоже хорошо. Теперь ждем, чтобы эта масса, знаете, очень хорошо подогрелась, где-то 90 градусов, но не успела закипеть. Пока я это все просто отставляю, вот так вот, делая большой огонь. А рядышком продолжу подготавливать продукты. В сахарную пудру я отправляю ванильный сахар. Сюда же отправляю крахмал. Это приблизительно 40 грамм. Я беру 3 столовые ложки, чтобы получилось где-то 40 грамм, но не больше 50. А то крем получится слишком густой. Так, теперь что делаем? Берем 8 желтков. Да, я знаю, желтков много, но на желтках крем получается просто бомбезный. Мне очень нравится. Если вам жалко использовать 8 желтков, вы думаете, не хочу печь безе, можно использовать просто 4 яйца. Но тогда крем по виду получится немножко не такой. И сюда добавляем сахарную пудру. Вот так. По чуть-чуть добавляем сахарную пудру, но обычно в 3 приема я где-то ввожу. Что тут мое молоко. Ну вот оно уже хорошо так разогревается. Как только молоко начинает закипать, я убрала сразу температуру на цифру 8. Сюда добавляю остаток сахарной пудры, который у меня остался. С крахмалом. Вот так. И ввожу сюда желточки. Все перемешиваем. Цедра еще пока здесь. До того, как крем начнет густеть, она еще успеет немного повариться здесь в молоке, а потом мы ее уберем. Все. Главное уменьшить температуру и все время помешивать. Никуда не отходите. Смотрите, какой цвет от желтков сразу красивый. Смотрите, цедру я убираю. У меня уже все хорошо должно густеть. Перемешиваю. Еще тут, где тут моя цедра потерялась. Еще один кусочек. Все моментально густеет. В сковородке это все очень и очень быстро. Вот она цедра. Крем должен закипеть. Вот вы видите, он у меня кипит. Так, давай. Температура у меня цифра 8. Чтобы к дну ничего не пригорало. Сковородку берите с толстым дном. Крем получается очень вкусный. Сливочного масла я в него добавлять не буду, потому что потом он будет доготавливаться в самом тесте. Видите, вот так вот он булькает. Подержу еще минутку-две. Доотключу. Ну вот, собственно, и все. Вы видите, какой густой получается крем. Отключаю. Ну все. Крем готов. Отставляем в сторону и ждем, чтобы тесто еще долежало в холодильнике. Потому что прошло минут 15, не больше только. Пищевой пленкой я накрыла крем сверху, чтобы он не заветлился, пока я буду подготавливать тесто. Все. Это оставляем. Теперь переходим к тесту. Берем вот такую вот формочку. Она диаметром у меня 30 сантиметров, но можно 28-30. Дно я устилаю пергаментом и беру тесто. Тесто я разделю на две части. Один кусочек побольше, один поменьше. По меньшим кусочкам, как... По меньшим. Ну, в общем, кусочек, который меньше, я буду накрывать сверху. Вот так. Духовку пока можно не разогревать. Ну, вот так. На глазок я делю. Это сверху, это низ и бока. Значит, смотрите, тесто у меня вот так вот крошится, видите? Вот такое вот. Такое. Так должно получиться у вас. Если у вас крошка намного больше смешана с мукой, не настолько липкая, это просто разница в муке, что нужно сделать, добавить пару столовых ложек молока или воды, или, ну, в общем, чтобы просто чуть влаге придать. Все. Отправляем это все сюда и формируем. Я распределяю вот так вот по всему дну. И нужно еще сформировать бортики. Поэтому приблизительно растягиваем тесто вот так вот. Теперь берем еще один кусочек пергамента. Значит, смотрите, у меня пергамент от края до края формы. Видите? И здесь так, и здесь я точно так же отрежу. Вот так. Растягиваем второй кусочек теста по этому пергаменту. Я растянула, и теперь убедитесь, что второй кусочек теста накроет ваш пирог сверху. Теперь берем крем, снимаем пищевую пленочку, перемешиваем его, перекладываем крем в форму. Вот так. Распределяем. Значит, здесь крема рассчитана на такую большую формочку, 28-30. У меня 30 сантиметров. Если вы будете брать меньше, если у вас нет большой, лучше тогда возьмите разъемную форму для тортов. Там точно у вас все поместится. Накрываем вот этим кусочком теста. До того, как снимите пергамент, обязательно все вот так вот разровняйте. Убедитесь, что все снимается, видите, очень хорошо. Теперь края. Вот так я просто сжимаю. И потом вилочкой пройду, сделаю рисунок. В нескольких местах я прокалываю. И по краю придавливаю вилочкой. Вот так. Ну и все. Вот, собственно, все приготовления. Сюда, в этот крем, можно добавлять сок из ягод. Тогда получится крем другого вкуса. Тоже хорошо и вкусно получается. Тут можно экспериментировать. Убираем в духовку на 180 градусов в разогретую духовку. И печем. Смотрим, чтобы сверху не подгорало с конвекцией. Пирог готовился 30 минут. Значит, смотрите, чтобы не подгорало. У меня, видите, вот такой край. И когда только я вижу, что он уже максимально подзолотился, я достаю. Теперь, очень важный момент. Резать этот пирог нельзя в течение 4 часов, как минимум. Я оставляю вот так вот в кухне на столе на 4-6 часов, но фактически на ночь. И только утром будем подавать. Пирог отстоялся у меня целую ночь. Выходит из формы он очень хорошо. Просто переворачиваете. Там был пергамент. Ну, в общем, все просто. Теперь отрезаем кусочки. Можно подавать. Сверху я присыпаю сахарной пудрой. Смотрите, как режется хорошо. В сезон можно подавать с ягодами. Особенно, если вы ягоды добавляли в крем, как пюре из ягод. Так, ну что, смотрим, как получилось. Получается вот такой вот пирог. Тесто нежнейшее, тоненькое, очень вкусное. Крем нежный. Сейчас буду пробовать и расскажу, какой по вкусу. Получается очень он нежный. Вы посмотрите, насколько он нежный. Прям тесто. Вот это очень мое любимое песочное тесто. Оно подходит для разного вида пирогов. Это очень вкусно. Я вам рекомендую. Обязательно попробуйте. Вовнутрь можно добавлять цедру. Прям вот оттереть и оставлять. Кто любит. Можно добавлять ягоды, кусочками, пюре, как хотите. Это очень и очень вкусно. Вы посмотрите, насколько он мягкий и нежный. Ну что, пробуем? Крем внутри. Немного с вкусом лимона. Так, прям тонко-тонко. Очень классно. Потому что, когда натираешь цедру, Привкус другой. И не всем нравится. А тут прям такая легкая нотка лимона. Это вкусно. Крем похож на подтаявшее мороженое. Попробуйте. Это просто очень и очень вкусно. Всем рекомендую. С ягодами крем будет совершенно другой. И пирог будет выглядеть по-другому. Можно украсить сверху ягодами. Очень вкусно. С малиной. Попробуйте с малинкой. Ну и в сезон любые ягоды можно добавить. Ну все. Пирог получается очень большой. 30 сантиметров. Ну у меня 28 было. Но можно растянуть на 30. Вот такой вот. Не, у меня 30 сантиметров было. Кстати, да. Если вы сделаете 28, Просто толще будет чуть-чуть теста. Но это тоже хорошо. Попробуйте. Он долго хранится в холодильнике. Это плюс. Затянул пищевой пленочкой. Поставил в холодильник. И в течение нескольких дней Всегда есть что-то сладенькое. Кофе. Всем приятного аппетита. Целую. Люблю. Бывает. И угощайте своих любимых. Пока.